Внимание в Непске! Уважаемые товарищи! В связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти вкладывается неблагоприятная радиационная обстановка. Все, мы выезжаем с Припяти. А вот мост смерти, кстати. Этот мост находится на возвышении перед въездом в Припять. В ночь аварии на ЧАЭС и даже в течение всего дня 26 апреля 1986 года многие жители приходили на этот мост и смотрели с него на разрушенный дымящийся четвертый энергоблок. Все эти люди получили тогда огромнейшую и смертельную дозу радиации. Очень красиво. Да. Это САУ-152. Использовался во время Второй Великой Отечественной. И сюда было завезено две единицы. И именно этот танк стрелял в стенку четвертого блока, в диораторную этажерку, для того, чтобы пробить дырку и радиоактивная вода, которая там скопилась во время тушения пожара, потом быстро оттуда ушла. Он стрелял, говорит? Да, один раз. Можно залазить наверх, внутри чисто. Поляки все вытерли поверх. Ну, понял. Пескоструем. Ну, тут я помню, так сифонило, когда мы там были. Я проверял. Прям совсем сейчас? Да, так. Стрелял в стенку с четвертого блока один раз, для того, чтобы радиоактивная вода, которая там скопилась во время тушения пожара, скопилась. Нет, да, можно. И на него его внуки. Вау! Это снова 152-й калибр. Как вы видите, калибр очень большой. Немцы его прозвали зверобой или консервный нож. Если он попадал в фигер, он ему башню просто связал. Калибр очень большой. Сейчас идем на краны. На какие? На сексуальные краны? На сексуальные краны. Там кран, который вот в воде остался. Продолжение следует... Сейчас спустимся вниз, посмотрим, что там... Вот он, мотоцикл. Спустились вниз, под эту всю конструкцию идем по дню. А вот под краном. А вот тут есть небольшая заброшечка. Идемте посмотрим. Так, это какое-то здание, наверное, которое... Где сидела администрация этих кранов или управленческий какой-то пункт. Что-то интересное. Вот комнатка такая с батареей. Окошко. Шкафчик был. Шкафчик был. Здесь я... Такой домик. ничего толком интересного нет уже вообще уже все рассыпается разваливается вот такие дела вот мы подъехали к арке под которой находится четвертый энергоблок и тут памятник сейчас будем проходить дизиметрический контроль и потом пойдем в столовую кушать вот так все это получается последующий вот тут такая столовочка вот тут такая столовочка то есть тут вполне обычная еда как во всех обычных столовых меню заплатили за него 165 гривен но я не брал у меня есть с собой и сейчас буду кушать приятный пить а что это такое скажешь градирование башня охлаждения для охлаждения воды первых четырех блоков был использован прудоходить но под 5 6 его уже не хватало сделала новая конструкция охлаждения это башня которая уже в дальнейшем используется на других аэс нашей страны ну всего советского союза это был экспериментальный вариант и вот это канал да да это канал охлаждения по которому вода уже потом отводилась обратно после охлаждения на блок заболелась обратно вот такой вот сооруженец недостроенная вот такой вот сооруженец недостроенная ребята вот мы подошли внутрь зашли вот у 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 Смотрите, что мы здесь нашли, ребят. Это чьи кости вообще? Вот там сверху недостроенные леса, которым уже лет 30. Тут довольно холодно и ветер сильный сквозняк. Увидели коней, лошадей. Давайте выйдем, но только тихо и медицинское. Сусанин хайспид сидит. Валера! Валера, давай. Валера, завтыкал на нас. Красивые, тупо дикие. А ты боишься побликнуть? Да не, не. Давай, может подвижу подвез? Давай. Погнали. Давай. Не, не уходят. А вон их копыта. Тут. Копыта. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Девочка-пай Пионерлаген изумрудный Выбирает себе апартаменты Это было одно из самых масштабнейших сооружений Советского Союза военных Девочка-пай 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 Девочка-пай